В белорусском селе Тургеневка гостей с родной земли встречают песнями и танцами. С творческим ответом ансамблю «Варенечки» выходят белорусы из села Черчет в Тайшевском районе. На дорогу до Тургеневки у них ушло больше суток. Но что значит расстояние, когда хочешь встретиться со своими родными, с земляками? Вот это полотенце 1903 года, когда мои по Столыпинской приехали, оно было. А чтобы его сохранить сегодня, я шила вот такую льняную рубашку, и вот это вкрапило элементы того рушника белорусского. Это корни культуры, это гены, от этого никуда не денешься. И мы гордимся. Мы очень обидны за то, что у нас исчезла в паспорте строчка «Национальность». Я бы написала с гордостью «Белорусская». Предки Натальи и большинство жителей Тургеневки приехали в Сибирь по Столыпинской реформе. Память об этом бережно хранят. Школьный музей постоянно пополняется. Каждый год выпускники по традиции дарят новые экспонаты. За 110 лет, прошедшие с момента основания села, Беларусь стала другой страной. Но сибиряки любят далекую родину, где многие никогда не бывали. А гости, которые приехали на форум из Беларуси, с удивлением подмечают что-то знакомое в людях и обстановке. Когда мы въехали в деревню, у меня сразу песня пришла «Деревня моя, деревянная дальняя». Вот я сразу так вот сижу в окнах, я ее запела. Вот просто, вот я как будто в детство попала в свое. Это еще более сильно действует, потому что далеко. И ты встречаешь, вот вчера мы играли в Иркутске, и пришли белорусы, и было классно поразговаривать с нами в белорусском языке, пообниматься, хором попить песни. Ну это какие-то такие фидбэки дежавюк, что ли, когда ты летишь 6000 километров, а потом раз ты попадаешь в Беларусь, в Сибирь. Это классно. Развивать и поддерживать дружеские связи планируют и дальше. У нас нынче юбилейный год, с этого года мы будем прямо устанавливать плотные связи со всеми белорусскими поселениями Иркутской области. Хотим наладить контакты, хотим выезжать туда, хотим, чтобы они приезжали к нам выступлениями, с песнями и так далее. И просто, скажем так, чтобы делиться опытом, делиться своей жизнью, дружить. А параллельно с душевной встречей земляков в Тургеневке проходил первый сельский книжный фестиваль. Уже известный иркутянам книга «Март» отправился путешествовать по области. Село, которое носит имя известного русского писателя, закономерно стало первой точкой. В сельской библиотеке открыли уголок Тургенева, провели квиз по его произведениям и выставку русского автографа. Я думаю, что это станет доброй традицией именно поведения сельских книжных фестивалей. То есть мы должны показать еще, во-первых, что на селе читают. Разбить все эти мифы о том, что здесь никому ничего не надо, что здесь не интересуются книжными новинками, что здесь не встречаются с писателями, что здесь не готовы приходить на выставки. Поэтому, когда мы через год сюда приедем на второй сельский фестиваль, именно Тургеневский фестиваль, уже народа будет больше. Подарком всем участникам стал концерт от гостей. Свои песни исполнили Барт, Олесь Комуцкий и минская группа «Реха». Анастасия Байдракова, Александр Волков. Новости сейчас.